Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 6 марта 2020 года. Выпустила своих курочек. И вот я зазевалась. Они вот мне что-то вытворяют. А ну пошли. Пошли. Так, тут у меня где-то сидел тюльпан. По-видимому, его уже и не будет. Так, быстро. Быстро гуляйте. Быстро, быстро. Мне такие помощники не нужны. И буду вот сегодня чем заниматься. Видите, как полопалась земля. Возьму я грабли. Вот они у меня стоят. И легонько проскоражу. Вот здесь немножко пробовала. Вот здесь немножко проскородила. И пришли помощники. И буду раскрывать свои колоновидные яблони. Ну, а дядя Степа пока еще постоит. Верхушку только вот сниму. Снизу я убрала. Там листву и опилки. Вокруг все усыпала опилком. Потому что по борознам жижа настоящая. Уходи, Рыжок. Уходите. Уходите. Так, и вот это вот деревце мне нужно обрезать. Оно у меня полусухое. Полуживое, полусухое. Так, пошла банда отсюда. Рыжок, уводи свою банду. Идите вон на кучу эту. Те трава перегнивает. Все отходы. Там червячков ищите. Вот такая сегодня красота. Очень тепло. Тюльпаны мои попроросли. Вот видите, сажала. Брат давал. А, здесь зерна полно. Вот они чего налетели. Все понятно. Так, уходите, девчушки. Уходите. Знаю, что зерна полно. Уходите, мои хорошие. Ну, вы мне-то сейчас... Видите, сколько зерна. Ну, вот что делать. Или пускай роются. Ну, ладно. Будем открывать сейчас. Вот поразвязываю. В первую очередь открою я клонвидные яблони. Освободила я свои яблоночки от мешков. Перезимовали вроде бы неплохо. Буду содой обливать через недельку. Какой-то вот плесенью. Ну, вроде бы ничего не порождено. Непонятно, плесень это или не плесень. Красоту мне наводишь, курочка. Сейчас я уйду, мешать не буду. Живая. Но покрыта, как плесенью покрыта. Ведь и налёт. Поэтому дольше её держать под открытием просто нельзя. Сейчас пойду обрезать вот у деревца. Живое оно у меня. Или вообще всё пропало. Так, сейчас попробую обрезать его. Потом покажу. Обрезала я свои деревца. Такие коротенькие. Всё равно сухое. Ничего не видно. Но не буду трогать. Вот тут урезануло самый верх. Вроде бы что-то живое. Ствол живой. А ветви погибли. Но я его на зиму не укрыла. Безалаберно отнеслась, конечно, к нему. По-видимому, такой результат у нас и получился. Хотя в прошлом году я его укрывала. Сейчас вверх снимем персика. Пока трогать не буду. Персик мой перезимовал прекрасно. Посмотрите. Это я убрала. Вот видите, какой живой. Всё прекрасно. Я его разматывать не буду. Полностью его размотаю в конце апреля. Когда прекратятся ночные заморозки. Уже начнёт цвести сад. Хорошо. Я спонбондом этим всё заверну. Потому что ещё могут быть ночные заморозки до минус пяти. И он у меня погибнет. Так, что у меня здесь? Здесь у меня спонбонд. Нет и мешок. Но это я уже завтра уберу мешок. Уберу. Потому что он не дышит через мешок. Дышит через тряпку. А тряпку я эту оставлю. В конце апреля я её сниму. Видите, внутри у меня мешок был. Сверху спонбонд. Мешок убрала, чтобы корень не запарился. Ствол. А спонбонд доставила. И вот пускай стоит у меня до конца апреля. Пока не пройдут все морозы. Порыхлило всё. Всё хорошо порыхлило. Что интересно. Когда сажала тюльпаны, что-то обрезала. Но это не вишня. Посмотрите. Она у меня почти прижилась. Крещочков не вижу. Ну, белые какие-то наросты вон есть. Оставлю земле. И буду поливать. Ну, что это, я не знаю. И вот. Тоже с него. Но здесь сухое. А вот за этой буду ухаживать. Буду поливать. Чтобы она сухая не была, эта веточка. Так. Где-то ещё видела хорошую веточку. Живую. Вот она, ещё одна. Ну, с чего это? Или с персика. Так, вроде бы, ничего я с персика не обрезала осенью. Или с черешни. Эти веточки буду эти поливать. Ну, вот и всё. Заходите в гости, как всегда. Буду рада. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok